Это тема дня. Мы продолжаем эфир Кубань 24. Спасибо, что вы с нами. Александр, здравствуйте. Для начала хочу спросить, как ты отреагировал на такую инициативу? Как экономист, как человек, который в теме? Как экономист отреагировал неоднозначно. По одной простой причине. Любой экономический процесс, в том числе и кредитование, и ответственность за кредитование, и ограничительные меры по кредитованию имеет две стороны. С одной стороны, это попытка сделать наших граждан более осмотрительными, привычными для многих способами, запретительными. Но, с другой стороны, мы понимаем, что любые ограничения, они налагают ограничения и на экономический рост. Меньше спрос, меньше экономический рост. Тем более, если речь идет, например, о банках, которые являются кровеносной системой экономики. Конечно. Ведь банковский кредит почему так бурно развивался и почему бурно развивается? Несмотря даже на те просроченные задолженности, которые сегодня являются большой проблемой для банковской системы. Вот этот самый кредит добавляет спроса. То есть, ни для кого не секрет, что длительное время реальные доходы, то есть, очищенные от инфляции, население снижались. И эта тенденция практически обнулилась. То есть, доходы перестали снижаться, но они не стали расти. И кредит сегодня является действенным инструментом по тому, чтобы поднять спрос и, соответственно, чтобы у экономики было больше возможностей для роста. Ну, вообще, для движения хоть какого-нибудь права влево, для диперсификации. Хочу вот о чем спросить. Центробанк по итогам прошлого года публиковал данные, в котором наш край по закредитованности, то есть, уровню кредита на душу населения, третье место в России занимает. Однако, просроченная задолженность по кредитам стала уменьшаться. То есть, в принципе, если перевести на обычный язык, то ничего опасаться не стоит, потому что кредитов хоть и много, но все они выплачиваются. Вот о чем это может говорить? Подтверждается ли российская тенденция? Я понимаю, что, конечно, разные регионы бывают у нас в стране, да? Но можно ли сказать, что это признак того, что все-таки люди научились брать кредиты и отдавать, что ему важно? Аня, я здесь скажу так, что тенденция, в принципе, ожидаемая. Поскольку наш регион третий по населению в стране, то вполне логично ожидать, что уровень кредитной задолженности наших граждан, он тоже будет третьим по величине в стране. То, что снижается просроченная задолженность, это хорошо. То есть, это говорит о том, что люди стали более осмотрительными и, по крайней мере, люди стали более трезво оценивать перспективы отдачи своих кредитов. Но здесь я хотел бы опять на какой вопрос обратить внимание. Дело в том, что, когда ты берешь кредит, ты рассчитываешь на процентные платежи ежемесячные и погашение основной суммы долга. Вопрос, какой у тебя доход. И одно дело, заплатить половину или 30 процентов, или 25 процентов, неважно, от дохода в 20 тысяч рублей в месяц или от 100 тысяч в месяц, или от 200 тысяч в месяц. Мы понимаем, что это совершенно неравнозначные суммы и совершенно неравнозначная кредитная нагрузка. Но если говорить о финансовой грамотности, потому что в последнее время и у нас на экране часто звучит статистика о том, что она повышается. Вот на твой взгляд, чем грамотнее человек в экономике, тем меньше у него кредитов? Или это не зависит друг от друга? Прямой корреляции, прямой взаимозависимости я бы не стал проводить, но однозначно уровень финансовой грамотности делает граждан осмотрительнее. Делает их более трезвыми в выборе и банка-партнера, и величины кредита, и самой возможности взять кредит, и грамотной оценки того, насколько качественно ты его сможешь обслуживать в будущем. Конечно, как только появились первые разговоры об этом законопроекте, первыми оживились банки, потому что они первые попадают под удар. Это, грубо говоря, их пирог, они на него рассчитывали. И очень многие аналитики банковского сообщества стали говорить о том, что подобные случаи может людей загнать в черные микрофинансовые организации, с которыми борются очень давно. То есть свести на нет все действия Центробанка о включении этих организаций в свой реестр. Как ты относишься к этому заявлению, веришь ли в такую ситуацию? Вот поскольку ты много времени уже занимаешься журналистикой деловой, экономической, ты очень четко подметила такую тенденцию, что когда возникают ограничительные меры, снижающие возможности зарабатывать деньги, а банковский бизнес это возможность зарабатывания денег, возникает какой-то сектор, который компенсирует вот этот самый в кавычках отложенный спрос. То есть от того, что вводятся ограничения на величину кредита, на величину кредита по отношению к ежемесячному доходу и так далее, вариантов может быть много, от этого спрос не исчезает. Этот спрос модифицируется и вот как раз почвой для того, чтобы возникали серые или, скажем так, более обременительные схемы, но которые не подпадают под ограничения Центрального банка, например, вот почва для этого становится благодатной. Ну будем надеяться, что все-таки отреагируют на это все члены сообщества и все-таки внесут изменения по поводу законодательства. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать цитату одного из экономистов, ну по крайней мере он так себя называет, и он высказывается за законопроект и вот почему. Давайте послушаем. Ситуация с закредитованностью населению уже критическая. Шесть лет подряд падают реальные доходы населения, то есть население беднеет, нищает, затягивает пояса. На 5 миллионов человек официально выросло количество россиян, находящихся за чертой бедности. Реально же, сегодня даже по данным Росстата у 40% россиян доходы ниже 20 тысяч рублей в месяц. Александр, ну как ты думаешь, вот такая позиция может стать предлогом для того, чтобы ограничить людей в кредитах? То есть 20 тысяч рублей, если есть зарплата, все остальные сети без кредитов? Вот ты знаешь, я думаю, в мнении эксперта есть очень рациональное зерно, да, вот эти 20 тысяч рублей в месяц, которые прозвучали, для меня это, ну скажем так, стоп-фактор. И хорошо было бы, если бы этот стоп-фактор работал бы в первую очередь в головах граждан и банкиров, а не как ограничительная мера. Ну вот, например, да, при зарплате в 20 тысяч человек берет кредит и по нему кредитное обязательство 10 тысяч рублей в месяц. Ну как можно было дать такой кредит? Это другой вопрос. Это вопрос к банкам, которые оценивали риски, которые, возможно, и наверняка даже заложили эти риски в процентную ставку. Но человек вынужден платить 10 тысяч рублей в месяц, то есть половину своей заработной платы или там дохода, и на оставшиеся 10 тысяч жить. Но если зарплата у человека 150 или 100 тысяч в месяц, он берет кредит и кредитное обязательство 50 или 75 тысяч рублей в месяц, вполне возможно и очень хорошо можно жить на оставшиеся 50 или 75 тысяч рублей. Поэтому под одну гребенку вот такие ограничительные меры, с моей точки зрения, несут больше вред, чем пользу. Скажи, пожалуйста, за границей также четко относятся к проблеме закредитованности населения? И если да, то какие меры там существуют для того, чтобы, скажем так, ограничить вот эти вот невозвратные деньги? Дело в том, что банковская система в каждой стране, она достаточно суверенна. И поскольку она суверенна и действуют определенные правила игры, то говорить о какой-то общей тенденции или об общих правилах, конечно, нельзя. Но в любом случае банковский бизнес – это бизнес. Он как раз для того и существует, чтобы зарабатывать деньги и давать, кстати говоря, нам с тобой возможности жить лучше, тоже зарабатывать. Поэтому тут, понимаешь, здесь дорога с двусторонним движением. И если центральный банк ограничивает, или законодатели ограничивают предельный уровень кредита, который может выдать банк, то мы понимаем, что это ограничение того самого экономического роста через спрос. Спрос-то уменьшается. А это нам нужно ли сегодня? Ну это понятно, что не нужно. С другой стороны, уменьшаются и риски. То есть банковская система в том числе будет дополнительно защищена. Или это фиктивная защита? На самом деле она будет не рабочей? Нет, она будет рабочей. И эти риски будут прямого действия, так сказать. Да, ограничение рисков будет прямого действия. Сейчас то же самое есть. Почему? Потому что любой банк, выдавая кредит, он обязан оценивать свои риски. И центральный банк очень жестко и, мне кажется, очень правильно и прагматично регулирует рисковую составляющую в процессе кредитования. Поэтому, с моей точки зрения, сегодня достаточно способов для того, чтобы банки были осмотрительными выдачей кредитов. А вот все остальные вопросы нужно задавать населению и повышать его финансовую грамотность. У нас есть еще одно мнение, на этот раз финансистов, потому что они не отрицают, что кредитные аппетиты россиян необходимо как-то обуздать. Однако прямой запрет может негативно сказаться на экономике. Почему? Спросим у эксперта из Москвы. Это Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие брокер». Тимур, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, откуда взялось мнение, что запрет по кредитам сможет победить бедность? Как вы думаете? Добрый день. Я думаю, что здесь четкая взаимосвязь с тем, о чем говорил президент в похвании, в том числе в федеральном собрании, если это позже. Он говорил о том, что есть проблема, в том числе, с уровнем жизни. Недавно, например, Медведев сказал, что нужно проанализировать, почему снижаются реальные доходы. К слову, реально располагаемые доходы населения за последние пять лет в совокупности упали на 11%. При этом экономика располагала умеренными темпами. Такого падения я не припомнил за всю современную историю России. Тимур, скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что это зависит не только от кредитов, но, например, от растущих цен на бензин или инфляции? Это в том числе зависит от инфляции, от растущих цен на бензин. Но если посмотреть на структуру реальных располагаемых доходов, то на динамику очень сильно влияют процентные расходы населения, хозяйства. То есть, казалось бы, что это такой опосредованный момент, который не должен сильно влиять на динамику, по крайней мере, больше, чем другие факторы. Но оказывается, что он перевешивает и рост зарплат в реальном выражении, и с точки зрения негативного влияния рост цен на бензин и другие факторы. То есть, если мы посмотрим на динамику реальных располагаемых доходов, то причина их сначала падения, а потом умеренного снижения, которое мы сделаем в последние два года, это в том числе расходы на обслуживание долгов. В среднем домохозяйство в России тратит на обслуживание долгов 25% доходов. И это очень много. На ваш взгляд, как можно эффективно бороться с закредитованностью населения? В целом, помимо того, что они тратят 25%, проблема является небольшая часть домохозяйства, примерно 10%, которые тратят более половины. Это называется закредитованностью. И здесь можно по-разному подходить к решению этой проблемы. Можно подойти таким грубым простым способом по пути наименьшего сопротивления, то, что хочет сделать, собственно, законодательный орган. Просто ограничить возможность домохозяйствам брать деньги в кредит. То есть запретить. А можно запретить деньги, тогда вообще не будет проблем. Вам не кажется? Вот. Можно, конечно, запретить полностью брать деньги в кредит. Я просто говорю о том, что это путь наименьшего сопротивления. Можно пойти иным способом. Заставить банке большую часть денег, ресурсов, тратить на исследование границовоспособности на хозяйстве. То есть выдавать деньги тем, кто может отслуживать кредит. Вернуть их, да? Спасибо вам большое, Тимур. К сожалению, больше не можем общаться, потому что у нас время прямого эфира ограничено. Александр, что думаете по поводу того, что сказал нам эксперт? Абсолютно согласен по поводу пути наименьшего сопротивления. И здесь еще один момент, который, Аня, я думаю, нужно обозначить. Как будет определяться тот порог или те 50% от чего, от какого дохода? Ни для кого не секрет, и недавно вышла статистика совершенно ошеломляющая объема теневой экономики. Ну да, и большой разрыв между доходами. И, соответственно, оценить реальные доходы сегодня населения, это не так просто. А, соответственно, установить кредитные потолки для конкретных домохозяйств, или нулей, от которых можно дальше говорить о целесообразности кредитования, мне кажется, сегодня это просто невозможно, по крайней мере, некорректно. Все остальное это уже обсуждаем. Ну, если говорить о той политике, которая наблюдается и в отношении действий Центрального банка, правительства, вот глобально с момента введения санкций, как ты думаешь, рационально ли сейчас действительно вводить ограничения на кредиты, когда, как ты сам сказал, наконец-то обнулились реальные доходы, то есть перестали падать? Может быть, немножко подождать с этим процессом? Либо, наоборот, как-то фрагментарно вводить эти меры? Вот очень точно. Я скажу так, что как экономист я противник любых нерыночных методов воздействия на любые процессы. И они тогда оправданы, когда все остальные возможности исчерпаны. Я думаю, сегодня того уровня законодательного обеспечения и нормативного обеспечения банковского дела, банковского бизнеса в процессе кредитования населения более чем достаточно. Да и воле главы Центробанка тоже, мне кажется. И воле, абсолютно, да. И более того, сегодня нет макроэкономических факторов, например, той же самой борьбы с инфляцией, которая бы сегодня не поддавалась бы тем привычным регулятивным функциям и инструментам Центробанка, которые уже хорошо опробованы. Еще такой вопрос небольшой, наверное, может быть, немножко компрометирующий. Как ты думаешь, на фоне вот этих разговоров, не будет ли наоборот всплеска кредитования, потому что люди просто будут бояться, что им запретят брать кредиты? И прямо сейчас побегут в банк для того, чтобы набрать их? Вполне возможно. И это, опять же, нормальная реакция на новый фактор неопределенности, который может быть сгенерирован таким образом. Какой примерно процент там может быть людей? Это средний заработок у кого или те, наоборот, у кого меньше, вот те обладатели 20-тысячного минимума? Ты знаешь, что касается обладателей 20-тысячного минимума, с ними хорошо работают банки. И, в принципе, банк, нормальный банк, который осмотрительную кредитную политику ведет, он под микроскопом будет рассматривать возможности, конечно. А уже те, кто, например, в силу теневой заработной платы или теневых доходов, которые, ну, давай правде в глаза смотреть, существуют, и очень часто пока еще существуют, вот те, вполне возможно, создадут тот прецедент, тот накал или ту волну, которая спрос на кредиты увеличит. Посмотрим, как это будет. Я думаю, что скоро уже встретимся и можем даже обсудить эти итоги. Спасибо большое. С нами сегодня был Александр Полиди, бизнес-консультант, доктор экономических наук и профессор. Это тема дня.